приветствую вас мои дорогие творческие друзья сегодня с вами федорова катя и канала нарисуй мы сегодня с вами будем писать весенний пейзаж я начинаю с того что грунтую прокладываю первый слой влажной белой гуаши она поможет нам легче растушевывать и укладывать краски в последующем лист у меня сегодня формата а4 бумага плотности 200 далее мы приступаем к выполнению неба для неба я беру два оттенка это ультрамарин и лазурь железная начинаю с лазури железной то ставлю ее в каком-то количестве вот такими мазками и дополнительно для большей яркости и сочности для красивого оттенка весеннего добавляю ультрамарин и далее влажной широкой плоской кисточкой растушевываем на подложке из белил которую мы проложили до первоначально первым шагом очень хорошо растушевываются любые оттенки которые вы потом поверх наносите если требуется углубить оттенок до наносим дополнительно пятна краски и снова затушевываем наносим затушевываем сейчас можно посмотреть что с одной стороны небо у меня темнее с другой светлее далее я буду небо выполнять так же как в предыдущем мастер-классе где мы писали город вот такими вот утаптывающими движениями вы просто прикладываете да как бы вбиваете краску мы избавляемся от полос и придаем небу такой очень мягкий характер на таком небе также прекрасно вот таким образом можно написать облачка сегодня я работаю по фотографии давно хотела с вами обсудить эту тему нам встречаются с вами в интернете фотографии большое количество и мы сами их делаем когда путешествуем и в какой-то момент хочется особо удачные пейзажи выполнить в виде работ как же так далее мы приступаем к облачкам хочу показать также облачка как набивать да взяла точно такую же форму но кисть поменьше и такими же движениями просто прикладываете отпечаток ни в коем случае не красите взад вперед в не вверх вниз просто прикладываете отпечатками натаптываем облачка соответственно освещаем их сверху побольше внизу они сходят на нет как бы уходит в голубое небо облака по желанию как видите на фотографии у меня облаков нет далее эта кисть плоская я примерно отделила треть до вертикально показала вам примерно 3 вот по этой линии треть листа я намечаю верхушку горы не пишите пожалуйста плотно легко касаемся бумаги как бы протягивая кисть почти с полусухой краской она даст такие характерные штрихи суховатые которые придадут большей детализации конечно и реалистичности горе совсем не все детали которые мы с вами видим на фото выполнимы в живописном виде особенно в маленьком формате мы сегодня пишем конечно формат небольшой а4 если вы берете работу крупную метр полтора метра возможно выполнение работы по фото с фотореализмом когда вы выполняете детали один в один сейчас я буду писать сторону горы которая находится в небольшой тени да я смешала с ультрамарином и лазурью белила но не делайте пожалуйста даже теневую часть горы очень темный все таки она выглядит достаточно светлой да так падать на нее свет я ориентирую соответственно по фотографии очень многие детали на фото они непременно потребуют разумного обобщения скажем так степень этого обобщения зависит от инструментов также да то есть во первых от размера бумаги на которую мы пишем поверхности и во вторых от инструментов которыми мы работаем чем мельче у нас кисти тем больше мы имеем возможность проработать какие-то детали я написала сейчас верхушку горы она снежная это фудзияма и далее я хочу вот прикладываю прозрачную палитру ориентируясь подходит ли оттенок он должен быть достаточно темный темнее небо это смесь также ультрамарина и лазурь и лазурь и здесь больше ультрамарина совсем капля немножко белил чтобы написать часть горы не покрытую снегом причем вдали мы видим ее явно синюю то есть мы не пишем ее не коричневую не зеленую каковыми мы видим камни вблизи мы видим ее на фото синий поэтому именно такой я ее и выполняю помним о воздушной перспективе мы непременно будем видеть искажение цвета связи с наложением слоев воздуха до между нами и предметом чем дальше от нас предмет тем он будет голубее здесь вот выглядит гора абсолютно синий также когда мы с вами работаем по фото важно понимать что мы должны выделить важные участки то которые мы хотим проработать особенно тщательно куда мы хотим чтобы наш зритель смотрел и скажем так незначительные детали менее значительные детали это дальний план вот дальний план не должен быть проработан также подробно как и передний однако фотоаппарат все в основном если это не какие-то специальные линзы и фильтры фотоаппарат все видит одинаковый может сфотографировать все с абсолютной точностью конечно больше внимания мы уделим переднему плану таким образом анализируя фотографии по которым вы хотите писать вы можете прикидывать да какие шаги вас ждут в процессе выполнения работы темную часть горы я выполнила максимально темную сейчас она будет уходить вниз ближе к лесу она эта часть горы светлее не кладите мазки слишком равномерно у меня кисть широкая плоская такая достаточно крупная да для данного участка я фактически укладываю мазки так как мы с вами работаем во время хаотично далее гора мне нравится своим видом я беру плоскую кисточку овальную который я выполняла небо и уже те части горы которые уходят у меня вниз ближе к переднему плану и скрываются в небольшой дымке я выполняю кисточкой той же самой что я брала для неба и точно такими же движениями как видите у нас гора да она приобретает и форму и достаточно реалистично на данный момент выглядит безусловно сильно будет зависеть от инструмента который вы на котором вы пользуетесь я советую для более четких деталей брать кисти косые либо плоские они дают четкие формы дан для дымчатых каких-то деталей брать кисти овальные либо круглые ну вот я овальные люблю очень далее мы приступаем к той части которая у нас подходит близко горе это лес для леса не советую вам брать черную краску черная краска вообще в работах мною не приветствуется для того чтобы зеленый сделать более темным добавляйте пожалуйста в него лазурь железную и зеленая станет вот на видео мне кажется она прям ну почти черный кажется это не так так как подложка у нас белая и голубая здесь непременно будет подмешиваться у вас полусухая краска снежных слоев что даст вам очень очень красивый эффект леса который идет такими полосами и слоями лес у нас не может быть равномерно окрашенный давайте посмотрим как требуется работать на данном участке мы не красим вверх-вниз мы не строим заборчик мы просто прикладываем кисточку с вами да вот таким образом выполняем весь лес дальнего плана это даст действительности ощущение что у вас прописано прямо каждая елочка каждое деревце которую мы с вами там видим каждый отпечаток будет иметь небольшие изменения в цвете небольшие у нас на подложке с вами имеется белила непременно будет подмешиваться и давать какие-то вариации оттенков эта работа потребует какого-то времени от вас до терпением запаситесь работа подробная очень детализированная чем ближе к нам тем деталей будет больше времени на эту работу закладывайте пожалуйста не менее часа далее я взяла кисть небольшого размера пловку овальную и совсем ближний лес к нам который подходит уже является задним планом для наших будущих деревьев цветущих я выполняю более такой размашистой кистью мне не нужно там прописывать подробно деревца один за другим наоборот там очевидно будет небольшой туманчик или дымка может быть от самого поля я отделила примерно 3-4 сантиметра скажем так на глаз для горизонтальной плоскости и моя задача не пропустив никаких промежутков заполнить полностью зелеными оттенками этот холм конечно деревья цветущие сакуры они у нас ажурные на сакуре распускаются цветки но отсутствует листва деревья прозрачные чтобы приступить к их выполнению необходимо полностью закончить дальний план за ними здесь друзья мои внимательно вот сейчас вы увидели что картинка сильно поменялась да на которой я работаю я сейчас буду писать передний план смешиваю для этого охру золотистую умруженную белила чуть-чуть зеленый у меня к сожалению кончилось место на камере где я писала этот мастер-класс поэтому я сделала дубликат работы до того момента где я начинаю писать плоскость вот эту вот поверхность самого поля поэтому я покажу вам принцип написания на дублирующей работе да потом мы с вами вернемся кто работе с которой я первоначально работал у меня пропало примерно пять минут работы для того чтобы выполнить переход от леса в горизонтальную поверхность в поля до наши работаем конечно горизонтальными мазками давайте я сделаю замес краски и посмотрим красочка укладывается горизонтальная кисть у меня плоская с прямым срезом да не касая и мазки опять-таки делайте пожалуйста старайтесь создавать вариативно чтобы каждый раз цвет немного отличался давайте посмотрим таким штрихообразным образом я работаю плоская грань она создает штрихи толстенькие и тоненькие разные по толщине и таким образом я укладываю всю горизонтальную поверхность там где она у меня близко подходит к лесу я оставлю кисть эту же кисть с этими же оттенками вертикально и немного вбиваю чтобы создать эффект там кое-где подходящего леса сам по себе стык между лесом дальнего плана и горизонтальной поверхностью виден у нас впоследствии не будет так как там у нас растут деревья сакура цветущие далее я набираю оттенки это фиолетовое светлое и краплак у меня есть губки из набора я заказывала с алиэкспресс покажу вам они очень мелкие по зерну отпечатки ставят симпатичные и у меня есть любимая форма это вот этот листик я очень люблю ее в работе именно с деревьями и далее мы с вами набиваем набиваем вот таким темным оттенком первоначально проходим до деревца создаем им округлую форму первоначальную придаем потом впоследствии мы поработаем с ними и кистями губки дают возможность работать с большими областями быстро за это я их люблю и они дают конечно очень интересную фактуру и вот с данного момента я возвращаюсь к первоначальной работе да вот так вот получилось я потеряла часть работы не проследила вовремя за свободным местом на камере до следующий раз постараюсь быть внимательней и далее мы уже набиваем деревца кое-где подмешивается у меня на палитре и белила старайтесь не чпокать плотно не набивать прямо плотно 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 где-то местами посмотрите зеленый с дальнего плана он может просвечивать повторюсь на цветущей сакуре там нет зеленых листиков там есть только цветы и черные ветки этим прекрасные эти деревья они выглядят как розовая пена именно такой эффект мы будем пробовать создавать и как видите на данный момент сама по себе линия стыка перехода от дальнего леса к горизонтальной поверхности она не видна далее мы переходим как только деревца у нас написаны я писала их по подсушенному заднему плану подсушенному чтобы у меня не смешивался не смешивались красные оттенки и зеленые могут грязь давать вам да далее мы переходим к написании стволов я беру смесь это умбра и черная старайтесь писать разнообразно где-то потолще стволы да где-то потоньше опять таки чтобы это не выглядело как забор безусловно сакуры особенно вот в таких местах высаживают специально они могут высажены быть с одинаковыми расстояниями между друг другом однако деревья индивидуальные поэтому стволы бывают и разной ширины и разного наклона толщины да я ускорюсь немного ускорю видео так как это процесс опять-таки не быстрый особенно удачно смотрятся черные веточки в промежутках которые у вас получились когда вы набивали кроны губочками вот видите промежуточки значит там веточки черные и рисуйте будет выглядеть контрастно и очень естественно далее я ориентируюсь по фото опять-таки и здесь я явно вижу что деревья с правой стороны которые у меня выступают уже на передний план они ведь не темные правда они не черные таким силуэтом выглядят силуэт скорее голубоватый такой оттенок я смешиваю на палитре чтобы он не был слишком ярким синим я добавила чуть-чуть капельку черного чтобы пригасить интенсивность и яркость синих оттенков вот таким вот оттеночком тоненькой кисточкой я пишу веточки ажурно здесь особо писать их прописывать как-то не стараюсь они здесь очень мелкие и совсем тонюсенькой кисточкой 00 возиться мне не хочется я работаю сейчас кистью нулевкой эти деревья впоследствии мы с вами уже в конце работы доработаем создадим им скажем так не крону кроны там пока быть не может но эффект только-только начинающих распускаться почек да но безусловно мы должны создать первоначально какие-то веточки далее посмотрите как только вы переходите с неба ниже на более темные участки горы и на лес цвет можно брать более интенсивный вплоть до черного то есть на фоне светлого неба мы на фото данные деревья видим светлее и чем более контрастный задний план темный за ними тем темнее и контрастнее мы видим сами ветки у этих деревьев переднего плана так же с вами и поступаем да то есть мы пишем так как видим по фото анализируем фотографии то что мы можем воплотить то что легко воплотимо тоже немедленно берем у меня не очень хорошего качества фотография поэтому я толком не могу разобрать что находится вот с этой стороны до в правом нижнем углу ну поэтому часть деталей мне приходится додумывать я решила организовать здесь вот эти деревья переднего плана однако чтобы веточки закончить черные они уже черные необходимо сначала закончить сакуры которые находятся за этими ветвями показывала вам уже этот принцип мы выполняли его на пейзажи зимним где работали также губками и вот этой кисточкой я подмешиваю светло-розовый оттенок туда попадает и немного фиолетовый и немного краплака но в основном это конечно белый и я набиваю эта кисть плоская она такая лохматая довольно старая уже я набиваю дополнительные детали деревья сразу начинают выглядеть объемно свет у нас в этой работе с правой стороны соответственно правые части деревьев правая часть горы они будут более освещенные не набивайте слишком плотно то есть вот эти вот брызги и капельки пена самих цветущих деревьев чтобы она выглядела выразительно ей требуется во-первых темная подложка мы ее создали до предварительным шагом а во-вторых белого не должно быть слишком много это даст ощущение когда белого чрезмерно много даст ощущение скорее каких-то таких мохнатых ватных шаров больше или пумпонов больше чем деревьев у деревьев есть характерные куртинки отдельные поэтому мы не создаем свет единым пятном а делаем вот такие разбивки на куртины также я создала средний оттенок это смесь краплака и белил чтобы кое-где проработать участки деревьев полу тени мне сейчас нравится как получились деревца они получились объемно мы с вами веточки мелкие писали после того как сделали первоначальный слой сейчас часть из них скрыта скрыта вот этим слоем давайте я еще кое-где пожалуй добавлю вот почти что белый оттенок следите за тем чтобы гуашь который вы работаете либо же акрил если вы выполняете эту работу акрилом чтобы краска не содержала много воды чтобы она была практически сухой да ни в коем случае она не должна оставлять мокрые следы должно быть ощущение такой сухой сухой консистенции подсушенной зубной пасты она будет пачкать но не будет растекаться это даст вам возможность набивать действительно очень похоже на вот эту вот цветущую кипу на деревьях вдали я советую вам периодически работу отставлять отсматривать как она выглядит именно издалека где-то с метра до и сравнивать с фотографии с которой вы пишете похоже не похоже надо ли где-то доработать где-то чуть светлее чуть темнее или же вас все устраивает там где у меня частично скрытые веточки они сейчас очень хорошо смотрятся но их маловато маловато да я местами веточки вытащу пройдясь более такими контрастными темными цветами это смесь черный и умбры выявив их сильнее потому что повторюсь листовый нет ветки просвечивают иногда на сакуре довольно сильно здесь также важно вот сделали несколько веточек отошли на работу посмотрели видны ли вам эти веточки там с полуметра с метра или они видны только совсем вблизи они конечно должны быть достаточно видимые с расстояния да далее я смешала оттенок чуть светлее это охра плюс умбра плюс небольшое количество белил чтобы добавить детали на стволы по опыту могу сказать что на средний план времени всегда уходит больше всего то есть больше всего деталей мелкие предметы все они требуют внимания все они требуют тщательной проработки если вы хотите и финальную работу получить детализированную когда мы с вами по фото работаем конечно хочется видеть да хочется видеть деталей много много мелких деталей означает мелкие кисти и сейчас я работаю с новой кистью нулевкой и я заканчиваю деревья которые у меня располагаются на переднем плане справа здесь это уже практически только черный оттенок потом впоследствии когда черный просохнет я добавлю небольшое количество бликов на стволы и каких-то деталей на коре не забывайте пожалуйста работу периодически просушивать помним зеленый не очень красиво смешивается с бордовыми синий также не очень хорошо да дает более холодный оттенок бордовым оттенком я делаю в работе особенно вот в такой которая требует внимания мелкая да я люблю делать некоторые перерывы например выпить чашку кофе до или как это ни странно поставить новую серию кино когда вы работаете с мелочами да на своей живописной работе требуется такое поймать некое практически медитативное состояние когда вы не торопитесь можете уделить достаточное время каждой детали каждому этапу создание работы и когда вы очередным этапом довольны мы можем двигаться дальше сейчас стволы у меня внизу чуть просохли и я вот такими чиркающими движениями добавляю небольшое количество светлых деталей на кору они такие практически белые блички и стволы уже не выглядят такими плотными черными далее важный момент переходим к падающим теням вы наверное друзья мои заметили что данного участка фотографии нет и мне пришлось его додумывать так как на мой взгляд фотография обрезана неудачно поэтому я добавила и стволы деревьев и продлила сюда вот эту вот плоскость до горизонтальную поверхность тени тени у меня достаточно темные они теплые смесь коричневого небольшого количества черного может быть где-то охра проскальзывает штрихообразными движениями опять работаем плоская кисть и движение штрихообразной положили темные тени добавьте белила и там где тени выглядят очень резко переходящими вот в эту зелень горизонтальной поверхности чуть смягчите их да то есть по их наружному краю добавляем чуть более светлого оттенка тени будут по-прежнему контрастными но они будут смотреться мягче и естественнее далее мы работаем все теми же самыми оттенками которые мы выбираем для сакуры и мы работаем с левой стороны это большая группа деревьев она уже подходит совсем близко к переднему плану так как здесь очень много розового я не стала сюда закладывать зеленый вниз чтобы просто не заниматься там его просушкой или многократными переложениями до наложениями цвета в попытках скрыть вот этот зеленый повторюсь зеленый с красными смешиваясь дает коричневый оттенок мы его не хотим сакури получить но и совсем не подводить зеленый невозможно будет невозможно создать красивую кромку деревьев находящую на дальний план да поэтому какой-то фрагмент вот этого леса он должен был зайти но недалеко под самой вот этой группой розовых деревьев зеленый не закладывайте будет сложно потом перекрыть и избавиться от зелени не набиваем плотно то есть здесь деревья уже большие старайтесь плотно не набивать нет надобности полностью перекрывать бумагу мы с вами уже сделали самым первым шагом сделали подмалевок из белой гуаши полностью покрыли лист бумаги таким образом у нас нет здесь участков скажем так голой бумаги который бы не содержала никакого оттенка на себе поэтому неважно ажурно ли вы набиваете или плотнее вы набиваете у вас снизу просвечивает не бумага на белая гуашь таким образом мы с вами имеем возможность работать более ажурно губочками да набивать красивыми куртинками кое-где может белый проскальзывать но не увлекайтесь им вот этот первоначальный слой он все-таки должен быть плотным далее я поменяла губку взяла другую это кусочек от формы елочка из того же набора у меня другой оттенок меняется это зеленый и коричневый вместе там где деревья подходит у меня на передний план здесь уже самих деревьев я практически не вижу самого дерева вот этого да но по фото я вижу за ним какой-то просвечивающий некий лес видимо или что-то темное подходит я воссоздаю то что я вижу с фотографии я взяла губку другую чистую и встык вот этой розовый пени будущих деревьев набиваю зеленые такие темные оттенки то ли это какой-то кустарник там в темноте до под деревьями просвечивает как бы то ни было я вижу там стволы мы их чуть попозже напишем но сначала мы конечно должны создать малевок на котором впоследствии мы эти стволы напишем снова плотно не набиваем даем возможность куртинкам проявиться где-то светлее где-то темнее также добавляю тень губкой просто набиваю небольшую зеленую тень под нижней частью кип вот этих розовых это дает больше объема дает возможность выгодно их показать подсветить далее другая кисточка посмотрите она тоже лохматая такая жесткая это натуральная щетина несмотря на то что у меня есть моя любимая кисточка для набивки сегодня мне хотелось бы показать что возможно набивать абсолютно любой жесткой кистью которые у вас есть мы в детстве такие кисти называли клеевыми такие вот кисти из козы их в банке с клеем до добавляли прилагались они к банкам с клеем вот именно такая грубая жесткая кисть которая топорщица она необходима для набивки вот этих вот куртин вы просто прикладываете вы ни в коем случае не красите вверх-вниз справа влево и и в обязательном порядке излишки краски акрил будь то это акрил либо же масло можно маслом выполнить эту работу либо же гуаш излишек краски оттопчите пожалуйста на палитре кисть должна царапать пачкать цветом но не накладывать гуаш что называется кусками и плотно если вы вот обратили внимание я делаю несколько движений потом снова к палитре возвращаюсь я и набираю цвет и в то же время контролирую сколько его на кисти мало должно быть цвета на кисточке если вы много берете рассчитываете на большую поверхность это вам вначале даст очень нехорошие отпечатки такие плотные плотных избегаем ажурные создаем я сейчас вот и свет добавила также на дальних деревьях опять-таки изменяется передний план мы подтягиваем средний и если требуется даже иногда и дальний сейчас появился активный свет на деревьях практически переднего плана уже да вот с правой стороны что повлекло за собой усиление света и на деревьях вдали вот этих розовых у меня подсохла зелень набитая губками с правой стороны и я имею возможность сейчас прорисовать веточки очень хорошо сейчас ложится пластичный гуаш это черная здесь я не стала уже ничего смешивать выдумывать и стараемся ветки конечно писать естественно разной толщины по-разному отходящие помним что у нас ствол потолще веточки которые расходятся в разные стороны они становятся все тоньше и тоньше следуем собственно законам природы чтобы создать максимально естественный вид и я также добавила скажем так небольшие стволы которые уходят вдаль это даже не стволы а скорее намеки на них смешала охру смешала небольшое количество белил добавляю блики на ветки и стволы на переднем плане это часть работы уже хорошо видно ее будет хотеться рассматривать безусловно поэтому она потребовала проработки как тени так и света далее снова посмотрите постоянный контроль чтобы не было слишком много краски отбиваем ее на палитре так как ветки не могут торчать такими голыми прямо на нас необходимо кое-где прикрыть их прикрыть их розоватым цветом то есть наложить цветущие участки сакуры поверх здесь ожидает вас небольшая сложность так как снизу имеется зеленая подложка зеленая подложка должна быть высушена обязательно что потом впоследствии дает нам возможность бортовые оттенки накладывать без проблем так по сырому не набивайте финальный этап друзья мои финальный этап этой ветки которые свисают у нас на переднем плане что советую я вам с ними делать все то же самое что мы делали с деревьями с правой стороны посмотрите внимательно мы эти ветви не видим черными по всей их длине и по всем их переплетением очень много где мы видим их голубыми они освещены они бывают светлые бликующие от неба блестящие в том числе поэтому кое-где их цвет безусловно не будет тёмным поэтому я смешала это ультрамарин и белила достаточно тёмный оттенок он должен быть темнее неба и вот самый первый ажурный рисунок веточек я вам очень советую намечать именно этим оттенком вы увидите впоследствии или если вам не терпится вы можете и видео соответственно ускорить до этого момента как будут выглядеть ветки с использованием вот такого приема до с использованием голубого в написании финальном варианте выглядеть я вам обещаю будет будут очень хорошо там где ветки потолще я беру оттенок поплотнее но это все тот же ультрамарин темненький да намечаю веточки соответственно как я их вижу все ветви не стремитесь прорисовать с фото так не получится если только вы не копируете один в один это и не нужно намечаем только основные и далее вот теперь я уже смешиваю это черный и коричневый оттенок должен быть достаточно темный и и пишем мы дублируем уже намеченные ветки только там где они максимально толстенькие и хорошо нам видны тоненькие веточки мы оставляем голубыми там где хотим подчеркнуть контраст как сейчас вы видели ветка находит у меня на сакуру на переднем плане цветущую да там можно добавить темного оттенка где ультрамарин с белилами смотрится сам по себе достаточно хорошо можно оставить не добавляя черного и коричневого давайте посмотрим я добавлю вот этот вот уже скажем древесный оттенок каким мы привыкли его осознавать и видеть вблизи черный с коричневым уплотняю веточки не все тоненькие веточки по-прежнему оставляю голубоватыми вот еще одна явно толстая такая да у меня свисает здесь ветка и как видите голубые голубоватые тоненькие веточки выглядят очень естественно и и после того как у нас ветки просохли я взяла это специальная форма из набора кистей если он у вас есть это облегчит вам работу это не круглая кисточка не акварельная это кисть со срезом она тоже круглая но у нее имеется срез то посмотрите пожалуйста она у вас в наборах есть она оставит более круглый отпечаток нежели кисть обычная акварельная так как у нее нет острого кончика скажем до отпечаточки от него более кругленькие и мы с вами цветки намечаем сейчас это темный оттенок эта смесь опять-таки фиолетовый светлый краплака и совсем крохотное количество белил бы буквально чтобы дать вот ту самую вариативность каждому мазку мы набиваем соответствии с фотографией я пытаюсь ориентироваться но на таком формате работы невозможно написать мельчайшие цветочки один в один поэтому мы с вами пишем примерно так как воспринимает наш глаз вот я вижу большее скопление скажем розоватого да я туда и закладываю вот этот вот оттенок цветов там где у меня явно цветочки светлые можно сразу написать светлые но их немного почему не пишу белыми невозможно создать вот этот вот эффект переливающихся цветков если мы пользуемся светлыми оттенками сразу будет смотреться очень плоско нам необходимо на этих ветвях создать и свет и тень тень мы только что создали а теперь вот в каждой куртинки которую мы наметили мы намечаем светлые практически белые цветки кисть я только вытерла я ее сейчас не мыла там есть какое-то количество розового на ней пока его как-то не очень видно я наверное может быть и добавлю прямо в смесь подмешаю давайте посмотрим все таки должна быть розовинка чисто белый здесь вот да вот подмешиваю видите светло-светло розовый оттеночек у меня получается белый тоже будет безусловно но самым скажем так последним слоем мы кое-где уточним свет здесь важно многослойность в работе на данный момент и время тоже потребует много-много времени вот сколько вы видите точечек на фотографии практически сходное количество нам необходимо с вами создать чтобы добиться того самого эффекта которого мы видим на фотографии это мельчайшие подробные цветочки ветви усыпанные до мелкими цветочками это много-много точечек моя задача показать вам принцип то есть вот принцип на мой взгляд более чем понятен сейчас каким образом эти цветочки укладывать и далее друзья мои опять-таки запасаемся любимым сериалом любимую фильмом наслаждаемся розовыми оттенками мне очень 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 хотелось создать именно вот такой весенний пейзаж в последнее время чувствую в душе прямо-таки недостаток розового желтого оранжевого и других оттенков которыми радует нас весенние деньки весенние деньки в питере могу сказать вам радует солнышком но не теплой погодой солнышко греет да но температура по-прежнему у воздуха держится низкая что не мешает нам опять-таки работать с фото у меня например нет возможности поехать в японию и рисовать подобные виды с натуры поэтому конечно анализируем учимся работать по фотографиям что-то укрупняем до что-то обобщаем где-то проявляем усердие усидчивость трудолюбия и пытаемся воссоздать ту степень детализации которую видим на оригинальной фотографии далее посмотрите мы уже переходим к финальной стадии проработки совсем мелкую кисточку беру кисточка единичка и это проверяю как видите разведение белил они должны быть пластичными чтобы с легкостью оставлять точечки на листе бумаги здесь уже краска будет ложиться превосходно все еще более-менее сыроватая поверхность здесь смотрите что у вас получилось после первоначальных двух слоев где-то будет хотеться чуть больше светленького да где-то вот я забыла не прошлась светом не проставила где-то будет хотеться создать прямо отдельные какие-то капельки лепестки летящие вдали а где-то мне вот кажется недостаточно плотно получился подмалевок по цвету да тот самый темный который мы писали первоначально я добавляю более темных оттенков более сочных холодноватых обожаемое мною фиолетовое светлое из набора фиолетовое темное кстати здесь тоже будет ложиться неплохо однако помните что требуется чуть больше белил то чтобы она смотрелась скажем сочнее и чуть светлее и далее я добавляю это уже маленькие точечки где-то они темненькие снизу основном да где-то они светленькие крохотные точечки по особенно вот контуру этих куртин выходящие за пределы плотных куртин они дадут эффект прямо очень мелкой детализации мельчайших цветов даже при том что сами по себе куртины свисающие вот эти вот большие группы цветков мы с вами писали крупной кистью вот так мы с вами ловко обманываем зрение работаем большими кистями но маленькие финальные детали дают эффект проработки мелкой кистью всей работы целиком опять-таки напомню вам повторюсь важно сделали участок работы отойдите посмотрите сравните с фото фото тоже не подносим к лицу близко-близко примерно на расстоянии вытянутой руки оцениваем неважно с чего вы смотрите с распечатанной ли фотографии либо же с компьютерного варианта также должны воспринимать с какого-то расстояния цельное видится на расстоянии вблизи работаем с деталями но как они смотрятся как они усаживаются в работу мы конечно оцениваем издалека говорила вам что вернемся к деревьям справа я довольна с висающими ветвями с левой стороны но обязательно необходимо закончить вот эти вот деревца вдали сейчас там такие непонятные веточки до намечены мы смешиваем светлый голубой оттенок светлый достаточно белил там должно быть берете кисточку тоненькую и соответственно создаете дымку по форме дерева сильно не углубляясь в его середину только по наружной форме мы прокладываем с вами дымку вот этих почек да вот этих мельчайших веточек которые там есть прорисовать здесь вот в таком формате их по отдельности невозможно поэтому мы с вами пользуемся приемом скажем обобщение дам обобщаем то как это выглядит с помощью кисточки которые я набираю посмотрите сразу вот несколько оттенков там бывает чуть сероватый то бывает синеватый беленький как-то они замешиваются и более-менее придают объем за счет того что я не использую зеленый дерево не кажется распускающимся да то есть мне не создается ощущение уже зеленого дерева но кажется все еще весенним лишенным листвы но в то же время она приобретает форму детализацию собственно что нам и требуется там где веточки внизу очевидно они должны быть уже такими темненькими достаточно чтобы мы их более-менее хорошо видели на фоне сакуры которая за этими деревьями находится в принципе мне нравится сейчас как они выглядят именно такого эффекта мне от них и хотелось получить ажурного но как видите даже не потребовалось кисть нулевка чтобы создать такой эффект кисточкой единичкой я прорабатывала я потратила примерно 5-7 минут на перерывчик чтобы освежить зрение что называется отставила работу отошла посмотрела подальше и мне кажется что после высыхания некоторые участки белил они потускнели мне хочется добавить хочется добавить белила вообще они имеют такое свойство знаете после полного высыхания работы потерять свою белизну поэтому смотрим да и так же мне не нравится вот этот участок горы у меня мне кажется получился какой-то грубоватый мне хочется его смягчить смягчить немножечко вот таким вот образом добавить ему деталек очень сильно зависит от того как конкретно ваша кисть в каком моменте легла да у меня вот есть такой участочек и он мне как-то знаете что называется бьет глаз именно вот такие моменты хорошо улавливаются если вы работу на расстоянии отсматриваете поэтому я всегда говорю не ленитесь да потратьте лучше пять минут чтобы понять ухватить где чего не хватает чем потом жалеть в конце ах надо было там гору поправить каком-то моменте ну и конечно подпись друзья мои дорогие этот мастер-класс специально задумывался к празднику восьмого марта и зрительниц моего канала я хочу поздравить с этим чудесным праздником пожелать вам много-много море цветов в этот день любви подарков поздравлений ну и конечно примите пожалуйста поздравление от меня с вами была федорова катя и канал рисую всем пока пока и удачи в творчестве и